Небольшое здание в тени деревьев совсем скоро откроет свои двери всем нуждающимся в медицинской помощи. Внутри еще кипит работа, но уже установлена часть мебели, определены кабинеты. Здесь, в Барановке, прием будут вести три медработника. Нам медпункт сельским жителям просто необходим, потому что село у нас разрослось. Очень много маленьких деток, школьников, людей пенсионного возраста тоже немало. И сейчас мы не будем тратить время на дорогу, на поликлинику. Все необходимые процедуры можно будет провести на месте. В селяне и раньше не оставались без врачебной помощи. Каждую субботу в отдаленные поселки выезжают медицинские бригады. За два года осмотрели почти три тысячи жителей. Мобильный флюорограф, к примеру, за один день принимает порядка 30 пациентов. Всего же в составе бригад от пяти до десяти врачей. У нас работают три вида специализированных бригад. Врачебная, детская бригада и специализированная бригада. В составе включены врачи-терапевты, врачи-педиатры, врач-окулист, невролог, хирург, эндокринолог. В последнее время к выездам соединился еще наш онколог штатный и выезжает наш гинеколог. Субботние выезды показали, что осмотры в селах нужны на постоянной основе. На прием приходит очень много людей. В той же Барановке здание для ФАПа нашлось. Нужен был ремонт. По поручению главы Сочи Анатолия Пахомова средства выделили и на это, и на остановку локальных очистных сооружений, и на оборудование. Если мы сейчас выезжаем и собираемся, скажем, в клубах сельских или в каких-то, где мы заранее говорим, то теперь эти бригады будут приезжать в оборудованный, потому что сюда будет поставлено современное оборудование, современные услуги. И плюс еще, мало того, что будут работать постоянно врачи, плюс еще мобильные бригады, которые также будут приезжать и проводить приемы. На заседании общественного совета при поликлинике было отмечено, что мартовские поручения президента правительству о шаговой доступности медицины в сельских округах в Сочи активно выполняются. В ближайшее время появятся еще два новых ФАПа в Третьей Роте и Варваровке. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.